александр как масштабы выставки этого года отличается от предыдущего в два раза два раза мы выросли относительно прошлого года если в прошлом году количество участников было 377 в этом году мы с гордостью заявляем достигнутой цифре 662 участника это российские и зарубежная компания насколько сложно было в этом году привести сюда зарубежных партнеров по тем партнерам у которых границы были закрыты это было достаточно длительное и сложное приключение если так можно выразиться потому что списки мы должны были подать заранее за два с половиной месяца до выставки это все отправлялось правительство потом мид мвд и вот благодаря этим всем усилиям мы смогли привести словакию остальные страны по большей части смогли объехать благодаря тому что границы открывались а кого мы не увидели кто бы планировал к нам сюда прорваться на самом деле желающих было огромное количество из тех вот до сходу и кто очень был нацелены готов это таиланд это южная африка это чехия те страны которые уже фактически стояли собранными чемоданами но у которых по причине закрытия границ это в этом приехать в этом году не получилось и мы с удовольствием ждем их на следующий год надеемся что границы будут открыты но наверное кроме вас так хорошо выставку не знает никто она может быть юлия козуб которая готова деловая программа какие тренды какие новинки в этом году вы видите вообще в целом вот если сравнить допустим с предыдущими что новое появляется на этих стендах мы все живем с вами во время пандемии до время когда люди много болеет когда нужно слизистым здоровьем и второй подряд уже мы отмечаем огромную-огромную активность в сегменте здорового питания александр если смотреть на сравнивать выставки не только по количеству участников и потому что здесь представлено какие новые тренды прям которых раньше не было можете выделить в первую очередь хочется отметить тренд который продолжается это тренд на здоровое питание на органические продукты в этом году мы проводим уже второй раз успешно премию в руху торганик которую начали как раз таки в ковидный год и мы видим что все больше и больше количество производителей привозят на выставку новинки именно из сегмента здорового питания и вот вчера буквально я награждал победителей нашего конкурса продукт года где оцениваются продукты органолептическим свойствам и большое количество победителей было именно из сектора и раздела здорового питания поэтому этот тренд он не то чтобы прям уникальный новый но он продолжающийся далее мы видим тренд когда производители казалось бы обычных продуктов питания начинают двигаться в лорику не просто поставляя продукт делая завершенную концепцию и вот в этом году мы впервые организовали зону футраков где компании эвка лидер рынка по производству подсолнечного масла демонстрируют готовый продукт для потребителя это бургеры это наггетсы которые сделаны из растительного мяса и эта концепция в футраке представлена не до будущего и как раз таки уникальный продукт уникальный инструмент взаимодействия дают прекрасную коллаборацию и вот на выставке уже четвертый день компания отмечает огромный успех среди потенциальной аудитории если говорить о подготовке к выставке с точки зрения участников может быть есть какие-то мини гайды какие-то советы относительно того а вот если компания доросла как она считает от такой выставки как правильно и готовиться как правильно себя здесь вести чтобы не просто потратить бюджет и поставить свою галочку что я был на вот тут мозг а чтобы реально это дал какой-то выхлоп первое что хотел бы рекомендовать всем участникам это начинать готовится заранее потому что неспроста мы как организаторы готовим выставку целый год потому что есть вещи которые нужно сделать задолго до выставки есть вещи которые нужно сделать во время выставки и конечно же есть определенные шаги которые нужно проделать по ее окончанию поэтому я бы всем участникам потенциальным производителям рекомендовал именно приходить на выставку заранее хотя бы за месяца за три когда можно не спеша продумать концепцию обсудить внутри компании планы на выставку когда можно подготовить потенциальных клиентов сделать им рассылки рассказать чтобы компания будет на этой выставке и какие продукты самое главное она будет представлять потому что аудитория до который приходит на выставку она многочисленная и количество компаний опять-таки несмотря на ковидный год в этом году представлено 662 производителя не у всех посетителей есть возможность за четыре дня обойти 600 компаний нет тоже надо было бы это тяжело поэтому все производители которые хотят чтобы до аудитория дошла должны о продукте своем рассказать о преимуществах о том что они будут на выставке и уже на выставке непосредственно отрабатывать каждого клиента активно рассказывая о всех возможностях которые данный производитель может поставщику предоставить и опять-таки после выставки очень важно отработать все заявки потому что иногда мы сталкиваемся с тем что выставка уже прошла месяц как а компания до сих пор не знает о своих потенциальных покупателях ничего потому что еще не смогла обработать эти заявки а что касается в целом вот моментов каких-то тонкости оформления стенды например подготовки раздатки каких-то вот не знаю здесь пример у нас совместно стенде есть хлебная компания которая раздает милые милые маленькие буханочки хлеба вот такие вещи вы как-то можете советовать вашим товарищам которые стоят на стенды чтобы они понимали что вот так это лучше сделать так это лучше особенности компания первый раз идет например на выставку первое что хотелось бы отметить любая компания даже самая маленькая должна участвовать выставках я не говорю только сейчас о выставке world food в целом это отличный канал продвижения и в пятнадцатом зале и даже в начале четырнадцатого у нас есть компании которые взяли совсем небольшие стенды которые еще не могут позволить себе полномасштабное участие но которые четко понимают что то аудитория которая представлена на выставке готовы завершить сделку нацелена на продукты питания и и больше вот так вот в интернете не найти нигде поэтому первое что я хотел бы отметить что участие она обязательно неважно большая компания или маленькая второе как я уже сказал подготовка должна быть заранее и третье если грим про стенд конечно посетители иногда как бабочки до летят на свет поэтому здесь цен должен быть яркий он должен быть понятный когда издалека посетитель идет он должен четко понимать что представлено на стенде то есть должна быть картина стенда полностью отражать его содержание условно если мы говорим про хлебопулочные изделия хорошо когда четко компания указывает о том что она занимается именно этим продуктом чтобы все менеджеры четко понимали отстройку от конкурентов четко понимали ценовое предложение если мы говорим уже когда посетитель дошел ну и опять-таки конечно людям на выставке особенно продовольственной потенциальным покупателям очень важно попробовать потому что недаром я сказал чтобы у нас есть конкурс продукт года который органолептика все ведь познается во-первых сравнение а вторых пока не попробуешь непонятно что из себя продукт представляет поэтому это очень важно когда компания готовит какие-то ну в текущей ситуации мы должны придерживаться всем требованием распотребнадзора поэтому в индивидуальной упаковке сэмплы должны быть представлены на выставке чтобы любой потенциальный клиент мог товар что называется пощупать руками но вы какие-то обучающие моменты проводите с будущими участниками выставок или в этом нет особого смысла нет запроса и запрос есть мы проводим в целом по компании сотрудничаем с определенными тренерами до которые помогают рассказать особенно новым участникам что нужно сделать перед на и после выставки для успешного участия поэтому и в следующем году мы это будем продолжать и всех новичков готовить к успешному участию раз уж вы заговорили про следующий год я понимаю что день последний сегодня хочется сначала выдохнуть тем не менее вы сказали что готовится начинать чуть ли не за год из получается у вас едва закроется эта выставка вы начнете думать о следующей чтобы вы уже планируете чтобы вы хотели видеть через год здесь ну начнем с того что готовится начали мы еще за месяц до начала выставки к следующей выставке то есть у нас получается цикл 13 месяцев потому что нужно всегда понимать с чем мы выходим на выставку с какой концепцией и что мы действительно планируем делать следующем году чтобы уже участникам текущим об этом рассказать мы однозначно будем продолжать развивать зону футраков и надеемся что следующем году уже это зона будет представлять порядка десяти участников также мы планируем двигаться вот сейчас как раз таки проходит мероприятие по футех стартапом мы планируем развивать это направление также мы хотим двигаться активно в направлении хорика доведем переговоры со федерацией рестораторов-этильеров и мы видим запросы среди посетителей о том что им нужны и продукты и со стороны деловой программы мы понимаем что нужно развивать аудиторию поэтому фокусы будут на хорику на новой концепции как футраки и в общем и целом на всякие технологические решения которые помогают как ритейлерам так и производителям быстрее продвигаться на рынке мы желаем что все ваши планы сбылись и следующем году мы будем за вами следить спасибо а я в свою очередь приглашаю всех на выставку world food 2022 который будет проходить с 20 по 23 сентября спасибо